Всем привет, меня зовут Мария Лу, я с мужем очень успешен в Германии. Сегодня у меня отличное настроение, поэтому я решила записать для вас новое видео на ютубе. Итак, сегодня мы с вами поговорим о четырех шагах исполнения любой мечты. Первое, это понять, чего ты действительно хочешь. Потому что многие смотрят на желания других, хотят так же и так далее, это нормально. И просят себе ответить на вопрос, это вот мое действительно желание или оно навязано обществом. Если оно навязано обществом и, в принципе, да, мне это хочется, но оно исполнится, и вы, или я этому безумно рад, правда, вот мое, которое идет от чести сердца, то да, то это ваше желание, и, естественно, то, что если оно появилось в голове, то оно обязательно исполнится. Или вселенная дает энергию, как мы сейчас говорят, на то, чтобы это желание исполнилось. И поэтому одним из шагов к исполнению желания — это принять, что всё в этой жизни возможно. То есть я тоже не из богатой семьи родилась, то, что меня сейчас окружает, это результат моего труда, моих желаний, моих стремлений, моей работы с подсознанием. Поэтому, ребят, всё возможно, и всё идёт шагами, возможно, быстро, возможно, не очень. Но если вы действительно это хотите и прилагаете к этому усилия, а не просто лежите на диване, мечтаете, да, и ничего не делаете, то, естественно, результаты вы будете у всех разными, да. Вы не жалуетесь, что кто-то добился успеха, а вы так и продолжаете мечтать, грезить о том, что ваше желание исполнится. И, там, какие все курсы не помогают. Либо это значит, у немецкий «любовь». Вот. Так вот, значит, первое — это понять, что ты действительно хочешь. Я делаю очень часто скрытые просто в Google Keep и почуя туда свои фотографии какие-то, которые мне бы хотелось так же, например, да. Второе — понять, что всё возможно. Вселенная изобильна, мир изобилен, и всё для вас, потому что вы уже этого достойны по праву рождения. То есть, все мы достойны всего только самого лучшего. Если вы это действительно принимаете и вы считаете себя достойным этого, то, естественно, вы будете достойным этого. Если вы принижаете себя, вот думаете, что вот они другие люди лучше, другие люди богаче, вот они там у них то-сё. То есть, если вы себя принижаете, то вот не знаю, получится ли у вас добиться того или достичь того, чего вы хотите. Вот. Что ещё очень важно? Если вы поняли, чего вы хотите, то окружайте себя людьми, которые ведут вас к успеху, ну или, по крайней мере, позитивно настроены людьми, с которыми вы растёте. Или наблюдайте в Инстаграме за теми, у кого уже это есть, кто это с лёгкостью притворяет жизнь и живёт такой жизнью, которую вы мечтаете, то, находясь в поле этого человека, пусть даже через Инстаграм, у вас есть больше шансов притянуть это к себе, к свою реальности. Это тоже важный шаг. Поэтому в Инстаграме подписывайтесь на позитивных блогеров, которые дарят вам классные эмоции, заряжают вас классным настроением. Это очень важно, которые успешные, которые несут свою миссию в массы, которые зарабатывают много денег, если вы того хотите. Почему нет? Вот. Поэтому это тоже очень большой пункт в исполнении ваших желаний. Что ещё? Убрать все ожидания и какие-то установки, дедлайны. Принять то, что ваше желание может и не осуществиться, когда для вас будет что-то другое, что-то лучшее приготовлено. То есть принять тот факт, что будет так, как нужно для вас, всё для вас. То же самое, ваше желание исполнится, но не исполнится. Это прежде всего для вас, потому что Вселенная, она изобильна, она дарит вам подарки, и как вы, как благодарный человек, принимаете эти дары и становитесь ещё благодарнее, ещё позитивнее, ещё открытием. И это делает людей вокруг тоже более добрыми, более счастливыми и так далее. Поэтому убираем все зацикленности на мечте, где мы принимаем тот факт, что это может осуществиться, а это может и не осуществиться. Но, естественно, мы верим в то, что наше желание осуществиться, мы принимаем его как наше желание, и мы делаем шаги для исполнения его. То есть мы думаем, вот как вот если я хочу к примеру, да, ну, например, 10 тысяч подписчиков в Инстаграм. А у меня пока что их нет. Поэтому такой вот пример на себе. Что вот мне нужно будет для этого сделать? Для этого мне нужно принять тот факт, что я популярна, да, что я интересна людям, что тот материал, которым я делюсь или почу, он может изменить жизнь людей, вдохновить их на что-то классное и на что-то интересное. И я принимаю тот факт, что да, у меня может их не быть, но я буду стараться постить контент и вдохновлять вас. У меня большой фокус на моём личном бренде, который мне приносит прибыль, и это мой основной источник дохода. И всё внимание, оно направлено туда. Да, то есть блогерство мне интересно, я инвестирую туда своё время, но я понимаю, что также мой бренд может стать известным на весь мир. То есть мы сейчас очень известны в Германии. У меня туда направлено большое внимание, посмотрим, как это будет. Вот, сейчас за нас пишут Космополит, там разные немецкие журналы, то есть это очень приятно, это очень классно. Поэтому, ну, если у меня не будет, например, 10 тысяч подписчиков в ближайшее время, да, то я уверена, что у нашего бренда, конечно, подписчиков будет всё увеличиваться и увеличиваться, потому что мы создали бренд. Вот, наш инстаграм где-то начали постить, где-то, наверное, с мая месяца, и у нас сейчас 1500 подписчиков. Вот, то есть получается за месяцев 5-6, я считаю, что органически это очень классный результат, вот, поэтому дальше будет больше. Вот. И что мы для этого делаем? Мы сейчас коллаборируем с блогерами, общаемся с ними, спрашиваем, как они, например, у некоторых блогеров по 130 тысяч подписчиков, да, то есть приглашаем их на, вот у нас сейчас как раз позавчера мы обедали с двумя блогерами из Германии, с двумя женщинами, которые рекламируют сейчас нашу одежду, вот, и мы просто спросили, как они, например, этого результата достигли, вот, то есть мы общаемся с ними, коллаборируем, и я думаю, что если мы будем общаться все время с блогерами, то, естественно, наш инстаграм-аккаунт будет все расти и расти, вот. И, естественно, важный шаг, это основной такой, ну, не основной, а один из основных шагов, что-то делать, не сидеть на месте и не мечтать, вот, ты там мечтаешь 10 тысяч подписчиков, контенты не выкладываешь, релсы ты не снимаешь, с блогерами ты, например, не общаешься, ты просто вот лежишь и думаешь, вот, было бы классно 10 тысяч подписчиков, а вселенная тебя их не дает, потому что ты даже не готовы 10 тысяч подписчиков, Потому что я вот тоже подумала, а, меня начинали там лайкать, репостить и так далее, да, как это, там, популярность, нужна ли она мне, не нужна ли она мне, то есть вначале, да, то есть тебя еще проверяют на прочность, на, там, могут со стороны насыпаться какие-то аргументы, комментарии, куда ты лезешь, смотри, у нас там свой бренд одежды, а ты разбрасываешь свое внимание на какой-то блог, на инстаграм, который тебе ничего не приносит, пока что, да, или там, например, зачем ты ведешь себя на русском, ты живешь в Германии, да, то есть вот комментарии от близких людей, от хейтеров, то есть хейтеры могут тоже тормозить, там, кого-то, или, там, ты близко это все принимаешь, да, то есть очень важно насчет хейтеров понять, что мы очень благодарны хейтерам, они поднимают нашу активность, и я очень рада, что люди комментируют мои там релсы, видео, потому что это правда поднимает активность, и я, например, когда смотрю релсы или видео, я никого не комментирую, у меня просто на это нет желания и времени, то есть как бы, а люди там комментируют твое видео, это очень классно, я этому очень благодарна, и там комментарии, естественно, могут быть разные, к этому можно быть готовым, Поэтому многие к этому не готовы бояться хейтеров, комментарий, что подумают о них люди, очень много страха в голове, поэтому нужно также разобраться со своими мыслями, со своим мышлением, со своей головой, в общем. Это тоже очень-очень важно, когда ты знаешь, чего ты хочешь, когда ты идёшь по направлению к мечте, когда ты принимаешь, что представляешь, вот, да, вот, сейчас у тебя 10 тысяч подписчиков, как ты себя ведёшь, или как ты, то есть прожить это уже, как будто это желание уже исполнилось. К этому надо идти, и с этим нужно уметь взаимодействовать, потому что иногда мы просто не готовы к его исполнению, это очень часто бывает, и вот как-то так. Ну и желания, соответственно, есть же желания такие нереальные, абсолютно нереальные, да, в которых мы сами не верим, и через некоторое время они кажутся очень маленькими, и это уже говорит о том, что расширение вашего сознания, переходите на другой уровень, это очень классно, поэтому работайте с твоей головой, работайте со своим мышлением, со знанием, расширением нового уровня, и это очень правда классно. Столько возможностей, столько сейчас с помощью Инстаграма, там, Ютуба и так далее, столько разных классных людей, классных контактов, возможности израбатывать деньги, возможность проживать жизнь мечты, возможность помогать людям. Поэтому я очень благодарна тому, что у нас есть такая возможность. В общем, благодарю вас, если вы досмотрели это видео до конца, желаю вам прекрасного настоящего момента, пишите в комментариях, если вы с чем-то не согласны или согласны, или, в общем, просто что-то мне пишите в комментариях, будет мне очень приятно. Благодарю вас. Пока-пока.